Оставить кадры в родном крае и обеспечить молодых специалистов жильем и работой. Алексей Русских провел совещание с ректорами университетов и кадровыми специалистами. Губернатор обеспокоен положением дел Ульяновской области. Во-первых, смертность превышает рождаемость. Во-вторых, молодежь после окончания учебы все чаще уезжает в крупные города. Области нужны квалифицированные учителя и педагоги, сотрудники в социальной сфере, медики общей и узких специальностей. Есть потребность специалистов на перспективу в новые прорывные сферы, такие как работа с большими данными и аналитика, IT, инженеры и технологи на ведущие промышленные предприятия. Нам нужны профессионалы под потребность региональной экономики и управления. В Ульяновском центре занятости на учете состоит более 3000 человек. Увы, они не соответствуют запросам работодателей и не могут быть полноценным ресурсом. Ректор Ульяновского государственного технического университета считает, что специалистов надо готовить еще со школьных лет, направляя в вузы. Надежда Ярушкина знает еще одно средство от кадрового голода. Целевой набор в эту работу встраивает еще одного агента. Это промышленное предприятие. Промышленное или не промышленное, любое другое предприятие, социальная сфера, государственное управление. При обеспечении целевого набора, оно не только дает возможность набора для абитуриента, оно готовится предоставить ему рабочее место после выпуска. Чтобы избежать кадрового дефицита, надо заняться и переобучением людей. При техническом прогрессе это неизбежно. Например, на заводе «Авиастар» требуется вспомогательный персонал, при том, что специалистов на предприятии хватает. Для привлечения работников из области и других регионов в Ульяновске планируется строительство производственных общежитий. Губернатор также предложил строительство домов при фабриках и заводах. В недалеком будущем планируется и создание агентурной кадровой сети, соединяющей Ульяновскую область и другие регионы. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.